ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Упевнитися, що всі військовоповнені на місці проводяться по іменному перевірку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Військовоповнені обшукують, видають формений одяг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время, что происходит? Время, что можно, тепло. Здесь воинные военные работают, согласно Женевской конверсии они обязаны работать не менее 8 часов. Так они и работают. 8 часов, с перервой на обед. Они работают с 15.08 до 15.01. Дальше идут на обед, едят, отдыхают. Дальше до 15.05 – они рабочий день. Есть несколько видов обед. Ремонтуют поддоны, также сбивают ящики и рубают треску. Это распалка. Идут за межи украины. Также открываем новый цех, где будут клеить пакеты. Они уже начали клеить. Там еще пока что учимся, там еще такой продукции не выпускают. Нема каких-то проблем, что они не хотят работать? Во-первых, они обязаны работать, согласно Женевской конверсии. Но все военные военные, которые сейчас находятся на уровне, они пошли сюда за своими желаниями. Они хотят работать. Здесь ремонтуют поддоны. По моему виду их привозят. Где-то меняют планку, где-то добивают свяк, где-то меняют опору. Складывают, потом грузят. Практически каждый день заезжает машина. Работа не сложная. Ну, претензий до качества еще не было. Месяц они уже практически працют. 14 червня. Скажем так, больше желаний у них. Если у людей есть потяга, больше клеят какие-то тоньшие руки. Если он всю жизнь працювал на шахте, он не может клеить пакеты. Ну, не вариант, что он может клеить пакеты. А больше за обеспечение этого региона это шахтери, да? Нет, ну, есть разные. Тут есть студенты, которые еще не работали. И есть разные люди. И вчители, и шахтери, и водители. И разные люди. Дельница с поклейкой пакетов. Привозят заготовку, листи. Они загибают, проклеивают, привязывают руки, пакуют и отправляют. Это такая элементарная, ручная работа? Да, работа тоже не тяжкая, ручная. Не потребует никаких таких навыков. Да, да. И научиться можно буквально за пів години, что с ними произошло. Пают треску, эта треска пакуется в коробочки. Тяжкая работа или нет? Нет. Все нормально? Да, все нормально. А у вас чудово украинское возьмут? В Луганске. В Луганске? Украиномовный самим? Да, в Луганске. А вот то, что там на территории говорили, что было притеснение русскоязычного населения, что можете сказать? В 14-м у меня родилась дочь. У меня дочь родилась 16-го вересня. Мы уехали в Сватово, когда она родилась. Мы там были. В Сватово я был старый стадион. И с него делали медчасть. Туда привозили раненых, мертвых, військовых в Сватово. Там был как госпиталь. Именно в Сватово. Я там делал. В ЖКХ. Мы его восстанавливали. Мы делали полностью. И комнаты, и палаты делали. И делали полностью как госпиталь. Россия напала на Украину? Дальше продолжила? Это подтверждено, что Россия напала на Украину. Ну, то есть вы святомы, да? И Украина что делает? Украина обороняется. Сейчас Украина обороняется. Она правильно делает? Конечно. Но как это все зашли ко мне в хату и будет, грубо говоря, в меня? А в 14-м уроце она же также зашла в хату? Россияны? Да. Тупой вы россиян, наверное, заходи. Ну, вы ж... Вы доедналися до россиян. У нас выбора не было. Я же говорю, я не в такой большой политике прямо. В ЛНР был замкнутый круг как таковой. Пошел в армию, поступил в институт. Пошел в армию, устроился на хорошую работу. Пошел в армию. Можно еще куда-то продвинуться. Нету армии, нету... Так же самое, как и сержанта я получу. Хочу перед сержантом? Хочу. Вот и все. Это получается больше зарплаты. Подаю все. А так мы реально, реально, мы не... Как вам сказать? Ты приходишь на простую работу. На простую. Только что в форме ходишь. И свои билеты. Вот и все. Это спортивный майданчик, где они могут залучаться до футболу. Там есть турник. Здесь люди делают мяч, бегают в футбол. В час працювания повестной тревоги в табори так же збираются зборы всех полоненных. И это укрытая, куда мы их всех направляем. Тут они размещаются и ждут, пока не закончится. А вечером что делают после того, как вы работаете? Просто перебывают в этих комнатах? Да, они перебывают не в комнатах, у них есть свободный час, они играют в шахи, занимаются всякими спортивными гуртками, отведают библиотеку. Годуем их в тот же время. Годуем переверку. Все, дальше налягаем спать. До раннего. Начальники отделения, которые есть здесь каждый день, визначают спальние места, где они живут. Без дозву они имеют права перелегать на другие спальни места. У нас есть библиотека, где они могут взять книги. Плутарх, «Поревняльні життєписи», «Герман Мелвил Моби Дік» и «Гидемо Пасан». Что читаем «Гидемо Пасана»? Творю в двух томах. Сережные книги читают. Поспілкуваться с священником. Он им раздал вот такие книжечки, которые они мали желание взять и читать. Ну вот такая. Может, совесть пробудится, может, какая-то. В основном працюет церковь. Каждую неделю приезжает священник. Они по желанию отведают церковь. Церковь постоянно работает открыто. Кто хочет помолиться в любое время, в принципе. Но неделю церковь работает. Как активно ходят? Ходят. 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 Майже всі ходят. Боєрух військового полна не только в супроводі. З представниками адміністрації. Бендичную частину нашої установили. На данный момент тут требует один полоняный. Він поранен. Встанет. Так, так. Поранення де отримали? В Вільхівці. В Вільхівці, да? Так. А це яке поразнення? Що знаходимо? Ну, взагалі це мінно-вибухова травма. І тут ще є кульові травми. Угу. Тут проводиться безпосередньо з ними робота начальником відділення. Спілкуються з ними. Також проведення тут різних телепередач, фільми дивляться. Ну, все, це вільний від роботи час. А дивляться українські канали? Дивляться українські канали, дивляться українські новини. Щось коментують з вами чи ні? Ну, ми в кінці підводимо підсумок того, що вони дивилися, про що цікаво, про що не цікаво. Чи є якісь в загальному думки, що було там, які тут насправді. Порівнюють так. Взагалі, якесь прийняття? Наприклад, то, що вони там слухали і чули? Бо там ж переважно російське телебачення працює. Ну, тут все сприймають на позитиві, що так, дійсно, тут не так, як нам розказували. Ну, такого плану. Каються? Ну, кажуть, що каються. Кажуть, що каються, так? Кажуть, що каються, так. Юридична, ви колаборант. Ти зрозуміло? Я від українського рождества не відказувався. Юридична також. Ну, в країні, що у нас, як би, не запрещено имати, дійсно. Ну, тобто, якщо так брати, то вам все одно, яким громадянином буде, так? Правильно ви розумієте? Ну, почему? Є ж ж, ну, отдельні терміни, з-за чого люди на це. Тут ДНРовський паспорт я зроблю, щоб быстрей зробити російський. І російський паспорт зробили для того, щоб працювати спокійно в Росії. Тобто, ви себе вважали українцем, не заважаючи на те, ви пішли воювати на стороні Росії? Ну, так. Це можна так сказати? Просто так вийшло, так? Именно так. Пішли воювати проти своїх... Ну, мені зараз важко говорити співвітчизників, бо ви самі сказали, ну, по-різному може бути український паспорт, ДНР паспорт, російський паспорт. Дали би ще якийсь паспорт, ви б ще його брали, щоб полегшити ще якусь річ, правильно? Так це ж людина. Її потрібно робити так, щоб вона могла жити спокійно. Риба шукає де глибше, людина де ліпше. Хто заважає українцям жити? Не можу відповісти на це, бо це мабуть Росія. Тут не шикуються, йдуть в їдальні установи. Дякую, ні. Дякую. Зараз в себе... Дякую. Євший... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Протез Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok